Товарищи, ролик сегодня у нас весьма необычный. Дело в том, что я сходил на подкаст к моей подруге Маше Бурмистровой. Подкаст называется «Какие правила?». Там говорят про разное современное искусство. Я в том числе участвовал в создании всего этого подкаста. И Маша там задала мне несколько вопросов по моей теме, которые, по сути, можно обозвать как каверзные вопросы про музыку. То есть вы об этом задумывались, но спросить не у кого особо и вообще стыдно. Я взял вопросы Маши и попросил вас накинуть мне еще таких же интересных и странных вопросов про музыку во всех своих соцсетях. Мне куча очень интересного накидали. И этот ролик — это вот нарезка того, что вы всегда хотели, но боялись спросить про музыку. Если здесь не прозвучало вопрос, который давно таится именно в вашей голове, то это отличный повод написать его в комменты. Здрасте, вы на канале Сейна. Товарищи, спешу признаться. Я вот уже как пару месяцев яблочный раб. Да, многие помнят, что я до этого ходил с гугл пикселем. Был чертовский этому рад. И честно планировал переходить на новый пиксель. Взять себе седьмой. Он такой весь интересный, какого-нибудь кораллового цвета. Но в итоге я начал сравнивать, выбирать, искать. И чуваки, по качеству видео ничего до сих пор не может сравниться с айфоном. А если прибавить туда еще эксклюзивные приложухи, например, с лидаром, с помощью которых я делаю вот такие штуки, то выбор становится очевиден. В общем, да, пару месяцев назад я купил себе последний айфон, пытаюсь в Грузии найти теперь хоть какие-то нормальные аксессуары к нему, потому что это тоже было причиной, они как бы в принципе есть, а здесь нет. А учитывая нынешний курс валют, который довольно подвижный, я выложил за него очень неплохую сумму, и при том разом. При этом в Штатах многие люди получают себе новый айфон по подписке. Да, вы не ослышались, как на музыкальный сервис или онлайн кинотеатр. То есть не нужно сначала копить огромную сумму, нести ее в магазин, а потом еще и свой старый телефон продавать. Нет, просто платите фиксированным в месяц, и вам обновляют телефон. Я это к чему? Такая возможность появилась в России. Pedant Market предлагает подписку на айфон от полутора тысяч рублей в месяц. А, например, айфон 12 обойдется вам в 2400 рублей в месяц, и спустя год вы сможете заменить его на более новую модель. И это ни займ, ни кредит, ни рассрочка. Следующий айфон, то есть следующую модель через год, вы получаете без каких-либо доплат, и на следующий год плата за подписку также не увеличивается. У Pedant Market более 500 филиалов по всей стране и 1000 айфонов, доступных по подписке. Переходите по ссылке в описании и узнайте, сколько стоит подходящий именно вам айфон по подписке от Pedant Market. Возвращаемся к ролику. Я в какой-то момент отслеживала новинки прямо в Apple Music, типа специально заходила в раздел, в жанр, там, альтернатива или попчик, или, короче, ну, по всяким разным жанрам. Там, в общем, ковырялась, и вот таким образом отыскивала новые релизы, которые, как правило, мне вообще ничего не нравилось. Ну, типа из там 20 условно релизов мне мог, дай бог, понравиться один. Но как бы сейчас я в какой-то момент перестала, короче, это делать, потому что настолько была однообразная музыка. Ну, то есть прям вот в какой жанр не зайди, я это все типа слышала месяц назад. Хотя это там новый релиз и прочие какие-то штуки. И тут еще тоже такой момент, что мой вопрос к тебе, как ты ищешь новую музыку, ищешь ли ты ее вообще? Но я вот как-то это дело бросила и стала развивать свой плейлист популярной музыки 80-х. Отличная идея. Я заменила себе это музыкальное удовольствие. Тут в этом плане просто принцип работы любой системы рекомендаций, рекомендации любого алгоритма. Вот как раз недавно была у меня лекция про искусственный интеллект, и там говорилось, что тот же чат GPT – это, по сути, доведенная до умопомрачительной сложности система автоподбора. То есть вот то, что у тебя в телефоне предлагает тебе следующее слово выбрать, вот, по сути, такая же система подбора, просто гораздо более сложная. Это чат GPT. В сущности, все эти алгоритмы, которые также предлагают похожие, они занимаются тем же. И ты слышишь похожую музыку, потому что этим они прекрасны. И этим и силен TikTok, что единожды лайкнув видео с определенным котенком, или, ну, на самом деле, вот как раз не единожды, а тысячу раз до этого вы лайкнули таких котят в таком контексте, в такой стране и т.д. Там из разряда «Я недавно из Тбилиси приехал в Ереван, у меня лента Инстаграма тут же сменилась, мне даже в исторках показываются исторки, в первую очередь, людей, которые тоже в Ереване или постят что-то про Ереван. То есть даже вне рамок таргета социальная сеть из моих подписок выбирает, что мне предложить вот из таких обстоятельств. Короче, я тебе это к тому, что ужас на словах вот этих всех музыкальных сервисов, что как раз тебе бесконечно будут предлагать одно и то же. То есть если ты, допустим, там, мужик, который в свои 20 лет, он слушал только тупака, бигги и всю такую классику хип-хопа, именно самую трушную, то, да, он, если пересидел эпоху дисков и досидел до эпохи стриминговых сервисов и резко весь свой плейлист перенес в спотик или вообще в любой другой сервис, вполне возможно, ему могут предлагать 20 плейлистов с новой музыкой, ну, абсолютно такой же. Во-первых, куча живых тех, которые там перезаписываются, пишут новое, а во-вторых, куча новых, которые пишут то же самое. Поиск новой музыки — это не совсем то, что подразумевает, ну, этот алгоритм как раз этот. И в этом плане какой-нибудь, допустим, песня «Кукушка» не похожа на песню «Верхом на звезде», да? Ну, нет, какой-нибудь другой пример. Лучше давай «Перемен», да, «Кино» и «Верхом на звезде». Они не очень похожи, но они стоят рядом в плейлисте, потому что большая часть ностальгирующих по русскому року включает сначала одно, потом другое. Вот, то есть тебе предлагают слушать, как все слушают. И, собственно, поэтому я сказал, что это псевдо-трагедия, что наш слушательский горизонт ограничивают алгоритмы, потому что, на самом деле, люди этого и хотят. Если вы посмотрите там, ну, из разряда, что формировало наш плейлист, когда мы с тобой учились в школе, это то, что передается по блютусу в нашем, условно, районе и в тех местах, в которых мы обитаем. Миш, какой блютус? Ты что говоришь «Экпорт»? Я передавала музыку по «Экпорту». О чем вообще речь? Ну, ладно, ладно. У меня только в начальных классах был «Экпорт». Ну все, давай, да, сейчас про наш возрастной гэп поговорим. Короче, суть в том, что нынешние школьники, у них этот музыкальный пак — это то, что сейчас вирусится в ТикТоке. То есть вот это суперизобилие вариантов музыку поискать, оно приводит к тому, что люди музыку не ищут. Мой метод конкретно в спотике — это щедро лайкать. То есть я, безусловно, ищу сам какие-то вещи, которые мне нравятся, потому что я подписан на кучу разные штуки, и я слушаю музыку тоже условно с разными целями. То есть мне там нравится движовый хопчик за его движовость, мне нравится какой-нибудь абстрактный мьюзик, чтобы в нем посидеть. У меня есть музыка, которую я слушаю там чисто сосредоточенно с плеера, потому что она круто записана и реально там отдельно просто звучит классно. В итоге из-за того, что у меня много жанров и так намешано, я щедро лайкаю, мне щедро разного предлагается. И вот там последняя находка, которая у меня была, мне очень понравилась одна стоунер-группа, я уже не вспомню. Но, короче, суть в том, что я зашел к ним на страницу, у них последний релиз был в 2014 году. Из-за того, что я лайкал другой редкий стоунер, мне вот предложили этот. То есть там условно больше всего вам нужно сидеть в плейлистах, типа открытия недели и всякое такое. Ну и, конечно, самому искать в первую очередь, потому что тут тоже, Маш, ты мне дала раздушниться вдоволь, я могу часами базарить. Но основное это дело с музыкой, это же, то есть ровно как и с искусством, мы сегодня к этому придем, что в первую очередь контекст придает ценность музыке. То есть так-то все равно там, ну, набор аккордов, набор звуков, что вы там не видели. А вот именно когда вам самим интересно, то это приобретает совершенно другой формат. То есть как бы как найти новую музыку, например, вот исполнитель, который вам нравится, то почекайте, чем он вдохновлялся, кому он респектовал за последнее время. Какой вообще у этого исполнителя бабл? Вот даже пролистаться вашего исполнителя похожие, вот, и прочитать биографию вашего исполнителя, скорее всего, вы на что-то наткнетесь. То есть там элементарно, например, я слушал русского барда Василия Ка, он до невозможности фанатил по Леонарду Коэну, я послушал Леонарда Коэна, мне до этого говорили про Битлз. Берешь, начинаешь читать их биографии, сравнивать тоже звук, а там оказывается еще несколько этих промежуточных, и так несложно дойти до этого, до Никакеева, который вообще другая песня, но тоже по соседним каким-то ссылкам в Википедии, короче. Если вам интересно про все это посмотреть, дальше уже дело за мало. Нет, я просто сейчас подумаю о том, что любопытно, что из всех примеров ты все равно называешь легендарных музыкантов прошлого. Почему формула успешного хита зачастую выдает говнопесни? Это вообще довольно интересный философский разгон. Дело в том, что сама по себе формула хита и формула чего угодно, да, то есть если есть формула, рецепт, инструкция, которую можно четко соблюдать и получать стабильно вот продукт энного качества, да, то можем назвать это своеобразным конвейером песен. Есть такой? Да, безусловно, есть. Но как раз-таки специфика продуктов с любого конвейера в том, что, ну вот зачем вообще нужен конвейер? Чтобы произвести больше и дешевле. И вот с музыкой получается, в принципе, ровно так же. То есть нужно понимать, что какой-нибудь там психоделик-рок конвейерно не производится, какой-нибудь там концептуальный рэп, джаз и т.д. Все это не делается конвейерно, потому что под это и нет такого спроса. А вот как раз там музыка для тачек, музыка лоу-фай, хип-хоп и т.д. и т.п. Все, что действительно и так не требует большого количества вложений и усилий музыкантов, да, а чаще там требует продюсеров, тех, кто этот трек там правильно продвинет на правильное радио или в нынешних реалиях правильно зальет в правильный плейлист. Это вот все, что поддается определенной формуле, в том числе вот эти монстра-хиты, которые хотя и являются часто такой одноразовой жвачкой, которая как раз больше продюсерский продукт с каким-то вот этим галимо-зарифмованным, но все равно пристающим хуком, и как раз за счет своей хуевости он и пристает, ну и он одно лето поиграл, свои бабки заработал и ушел, таких действительно много. Но при этом нельзя сказать, что абсолютно все популярные песни такие. Куча из хитов, которые были в любом году, это офигенные песни. Офигенные с точки зрения саунда, с точки зрения продакшена, с точки зрения скиллов каждого из музыкантов, который задействован, с точки зрения качества там, ну просто всего к чему подошли, да, все-таки главные планетарные хиты в основном создают главные планетарные мастера. И в этом плане не стоит строить иллюзии, что там типа 100% или 99% этого сущее говно. Просто действительно есть такая штука, что, как сейчас вы можете делать нейросетками low-fi и хип-хоп, грузить его в плейлисты и на этом бабке делать. Также, но совершенно другие бабки, вы можете делать, создавая однотипные песни для кальянок, там, геймерс, дота 2 плейлисты, и, ну короче, просто можете затаргетить действительно какую-то аудиторию и ее потребность в определенной музыке, и обслуживать конкретно эту потребность, писываясь максимально в конъюнктуру. Так было и до появления плейлистов, и так будет всегда, потому что, опять же, люди хотят чего-то похожего на то, что им уже понравилось. Ну и тоже, конечно, формула, это ведь инструмент, и можно, конечно, по-разному расшифровывать это вот словосочетание формула хита, но сколько у Рамштайн суперхитов? Куча. Сколько из суперхитов Рамштайн, если разложить, вот типа, где припев, какой куплет, как, типа, рифачок стоит и все такое, сколько из этого совпадет вот с условной формулой хита, если вот поставить это рядом с какой-нибудь песней Кэти Перри. Если я думаю посмотреть по вот такому вот каркасу песни, да, по плану песни условно, то особой разницы не будет. И то, и другое разъебные хиты и у Кэти Перри, и у Рамштайн. То есть, понимаете, если на формулу хита еще и кучу вот собственного стайла насадить, то за ним уже и формулу не видно. Так что не стоит злиться на эту бездушную машину создания одинаковых песен, потому что она работает не для вас, раз вы этот канал смотрите. А если вам что-то в плейлисте не хватает, то, во-первых, можете посмотреть мой вот этот вот видос, а во-вторых, можете подписаться на мой Бусти или Патреон. За скромненькую денежку вы получите доступ к паблику, в котором музыку, кинище, фильмы, книги я рекомендую, а Миша Уголь пишет красивущие посты. Там можно найти огромный архив из музла, рассортированного по жанрам, направлениям, с описаниями, так что ваш плейлист пустым точно не останется. А если вы хотите прям особенно меня поддержать, то можете купить максимальную подписку и попасть в закрытый чат фокус-группа Seina, в которую я скидываю ранние наработки своих проектов и спрашиваю мнение своих подписчиков, че, как, может, что-то подвинуть, подровнять. Вот так что они видят все самыми первыми. По поводу того, кто что слушает и прочее, я записала свой вопрос так. Почему в музыке столько шейма? Но я вот про этот стыд говорю не с позиции стыдной музыки, то есть она там, например, не знаю, плохо сделана, или у нее какие-то странные тексты, или там еще что-то. А, типа, почему так часто люди стыдят других людей за то, что тебя слушают? Или им, типа, стыдно самим, если они там условно слушают какую-нибудь инстасамку и прочее, и, типа, скрывают это? Ну, короче, вопрос, почему в музыке столько стыдного как будто, ну, существует? Хотя мне кажется, что это не так, и, типа, вообще мы не должны стыдить других людей за то, что они слушают какую-то музыку, «Ну, это же повсеместная история какая-то». Я не знал вопросов заранее, поэтому у меня нету шпаргалки фактологической, поэтому я некоторые вещи буду по памяти называть. Вообще экспромт. Но, в общем, я думаю, что любые изменения в обществе, а они у нас постоянно происходят, музыка, в силу того, что это массовый продукт, который особенно на пике, то есть в поп-музыке, он создается людьми, которые прекрасно понимают общественные настроения, и, по сути, их прибыль очень часто зависит именно от того, чтобы поймать общественное настроение. И в этом плане часто, я думаю, музыка может вставать на какой-то такой вот первый медийный фронт борьбы за какие-то, не то что идеи, а скорее за лайфстайл. И важная тема, то есть нельзя переоценить значимость репрезентации в хип-хопе чёрного сообщества. И как раз очень много историй хип-хопа, они, ну и, в принципе, если узнавать историю хип-хопа, принятие чёрных артистов и их чеки, и отношение к чёрным артистам, и подача, то есть, короче, самопрезентация чёрных артистов, она напрямую связана с тем, как чувствовало себя чёрное население само по себе. То есть, и понятно, что абсолютно всё отражалось в музыке, да, то есть вы, в смысле, что вы можете найти там конкретно чёрных женщин-рэперш, у которых какой-то свой страгл, свой набор проблем, да, вот. Также вы можете найти какую-нибудь старую историю, там, типа, почему 50 Cent, да, он в какой-нибудь крутой цепочке и очень дорого одетый и т.д., потому что он парень с низов, который смог, то есть, который преодолел вот этот вот стеклянный потолок бесконечный. И почему там Кендрик Ламар уже вообще не такой, потому что его это не так смущает, то есть для него это уже не новость, для него история, то есть вот есть Story of O.J., это Jay-Z, замечательный трек, там про то, что O.J. Симпсон, суперзнаменитый спортсмен чёрный, он стал богатым и успешным, но оторвался от своего сообщества. Об этом ли надо делать песню, посвящённую O.J.? Ну, окей. Вот, это как раз, и понимаешь, то, что нам с тобой непонятно, типа, о чём он говорит, как раз если ты вчитаешься в эту историю, то там интересно, на самом деле, это просто очень далёкие от нас проблемы, как раз-таки потому, что мы не в контексте. История в том, что от того, что ты стал богатым и не тащишь худ, а просто от нас ушёл в неизвестном направлении и делал вид, что ты к этому не причастен, вот, делает тебя не успешным, а предателем. И, ну, я упрощаю эту мысль, да, но это просто интересный поток мыслей, интересно, что это обсуждается, как бы, на первой полосе. Но я тут чуть далеко отошёл, потому что есть суперизвестный судебный процесс, в котором участвовала группа Twisted Sister, участвовали, блин, вроде Фрэнк Заппа, если я не путаю. Короче, очень много известных музыкантов, но суть в том, что жёны сенаторов составили список песен, это годы 80-е, наверное, которые нужно запретить, потому что они призывают к суициду, а социальному поведению, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и там была куча актуальных исполнителей, которые вот на тот момент, они кроме вот того, что им приписывало как раз то общество, они их раздражали совершенно другим, они выглядели экстравагантно, вели себя как-то бешено, их дети не слушали их, но слушали эту музыку, и, соответственно, опять же, просто из-за того, что музыка сделалась для молодёжи, молодёжь бунтует, музыка становится олицетворением бунта, её пытались запретить. Суть в том, что в итоге судебные процессы были проиграны обвиняющей стороной, и не совсем проиграны, потому что именно с того судебного процесса берёт своё начало этот рейтинг PG, PG-13, PG-18 и т.д. Возрастное ограничение. Да, возрастное ограничение на музыку. Вот, но тогда этот список песен, которые хотели запретить, его не запретили и выпустили как сборник, и это один из самых продаваемых сборников в истории рок-музыки. Красивая история, но суть в том, что как тогда, так и сейчас музыка является воплощением чего-то, чего люди ненавидят. То есть, будь то какие-нибудь новые общественные веяния, будь то какая-нибудь социальная группа, которая о себе заявляет, а её хотят заткнуть, как вот панки, это яркий пример, это как раз те, кого никто не слышит. И, собственно, просто музыка отражает то, что и так есть в обществе, а если, как говорится, если что-то обсуждается, значит, происходит процесс трансформации вот какой-то общественной нормы, я говорю, статами Екатерины Шульман, что вот... И ты сейчас без проблем найдёшь огромное количество ЛГБТ плюс панк-рока, ЛГБТ плюс рэпа и вот всё такое, вот, феминистского маткора, ну вот это вряд ли, конечно. Найду стопуду, ну типа, чего они только не сделали в этой вселенной. И отсюда стыд, ты хочешь сказать. От того, что стыдят на самом деле не музыку, а такое поведение. То есть, у Моргенштерна стыдят ли его музыку непосредственно? То есть, является ли Моргенштерн хуже или примитивнее, чем его собратья по жанру? Да нет, конечно, он является просто красной тряпкой. То есть, он самое яркое, он воплощение. Потому что, опять же, родителю не хочется взять и разобраться как-то, да, в том, откуда взялся Моргенштерн, да, вот, откуда флоу, да, откуда битосы, кем вдохновлялся. Ему хочется именно повесить ярлык, потому что, ну, ну, а Моргенштерн на этом, по-моему, наоборот играет. То есть, просто тоже это сложилось уже в своеобразной такой, медийную дуэль, которая заранее срежиссирована, такой эдакий рестлинг, что Моргенштерн делает всякие яркие и придурочные действия для того, чтобы в газетах писали, смотрите, Моргенштерн сделал яркие и придурочные действия. Это вечно работает, это самое ужасное. Ты до сих пор можешь видеть, там, стоит кому-то в российском медиаполе мужику появиться в платье без заявления там какого-то ЛГБТ-плюсного, да, нет, просто вот в качестве именно рофла, чтобы мужик появился в платье, взрывается все. Казалось бы, ну, когда такое было в первый раз, ну, вы реально такого не видели? Этому серьезно можно еще удивиться чуть ли не каждый год, вот реально. Работает вечно. Теперь, я думаю, еще и сесть за это можно, извините. Да, конечно, можно. Ну, или как минимум тебя штрафуют. Люди к любому такому спору, просто мы знаем по интернету, как они любят к нему быть причастными, и просто как какие-нибудь консерваторы и либералы, коммунисты и либертарианцы, вегетарианцы и невегетарианцы, также в паблике любителей рока, а также металла будет пост про то, как посмотрите, что делает с людьми попса. Да, что делает с людьми попса, интересно. узнать. Фронтмен группы Дайте Танк в одном из своих интервью говорил, что в будущем музыку ждет феодальная раздробленность, то есть у каждого жанра или у нескольких схожих будут определенные поклонники, локальные звезды и все такое. В какой-то степени это можно наблюдать и сейчас, но как по мнению в таких глобальных масштабах. Вопрос, насколько ты согласен с такой теорией и убьет ли эта система наконец мейнстрим. Дорогие мои не такуси, я очень поддерживаю вашу не такусичность, я сам такой же притягиваю к себе таких людей, но, конечно, весь этот хейт мейнстрима и ожидание его смерти, нервное, да, оно в первую очередь вредит вам самим, потому что вот что-что, а мейнстрим не умрет. Мы видим это вот на примере ТикТока, вообще через него что угодно современное и алгоритмизированное и удобное объяснять, что безусловно, вы там, если фанат автомобилей, у вас кар ТикТок, если вы также фанат атаки Титанов, у вас и кар ТикТока, и атака Титанов ТикТок. И в этом, в сущности, стоит основной ответ на этот вопрос, что чем более развит вот сам по себе человек, тем в большее количество вот этих вот закрытых клубов он будет включен и, соответственно, чем менее избирательный человек, тем меньше будет этих клубов и тем менее они будут оригинальными. То есть, опять же, в том же ТикТоке, помимо как раз вот того, что вы сами налайкали и что является рекомендацией эксклюзивно для вас, вам также попадает вот именно тот же смешно упавший бомж, что и всем остальным в вашем районе, потому что это то, что нравится универсально. А для многих, кто, опять же, не особо эту систему эксплуатирует, и не особо ей показывает, что именно ему надо, ему как раз вот этот усредненный контент активно и пихается. И такое есть в каждой сфере. Есть такие фильмы, есть такие книги, есть такие дизайны, квартиры, высшее образование и вообще, вообще, вообще все есть вот среднее для тех, кто не заинтересовался, не запарился первое на витрине. Безусловно, жанры атомизируются, рекомендации становятся более и более персональными и там вторых битлов уже однозначно не будет. Но это совершенно не означает, что не будет артистов, которые, например, будут бить рекорды по тому, сколько они собрали народу на одной площадке. Вот помяните мое слово и мое предсказание, в любом случае, такие будут и будут появляться, потому что, опять же, это не столько их сольная заслуга, сколько заслуга всей огромной продакшен-машины, которая содержит в себе тысячи профессионалов, рекламщиков, маркетологов, таргетологов, художников всех остальных, и ровно как любая другая индустрия, она стремится шириться и зарабатывать больше, поэтому не стоит строить иллюзии, что теперь все будут музыкантами на 200 человек в своем микроскопическом жанре. И опять же, нужно не о том думать, что смерть мейнстрима настанет, а о том, что ваш вот этот вот бездомный музыкант, который половину головы выбрил, вторую половину в какой-то экстремальный цвет покрасил, да, и он записывает на левый башмак свои монстр-хиты, которые вы еще 4 человека слушаете, вот у него деньги со стримингов хоть какие-то будут, понимаете, попса-то жила, живет и будет жить, а ваш вот этот вот со стримингами хоть выжить сможет. Наверное, не в России. Дальше, смотри, вторую штуку, которую я хочу у тебя спросить, и мне кажется, честно, что ты об этом уже рассказывал на канале, поэтому отошли меня туда и вместе с нашими слушателями на какой-то твой ролик, но я тебе записала вот такой вопрос, в какой момент я не задаю, может ли, потому что мне кажется, что может, то есть я как бы с этой установкой задаю этот вопрос, в какой момент Underground становится попсой? Ну, я думаю, он в первую очередь становится таковым в глазах смотрящего, потому что если посмотреть какие-нибудь группы, ну, вот просто Металлика в этом плане яркий пример, что очень сильно менялся жанр, что по сути там первым альбомом Металлика сформулировала трэш метал, к третьему альбому там уже было много баллад и в плане и, короче, многие знают ныне Металлику совершенно не по тем хитам, которые на первых альбомах, на первых альбомах сформировали целый жанр, и для какого-нибудь true fan трэш метал, он там Fate to Black на втором альбоме услышал и такой все, нет, это стыдобище, господи, ты что поешь, отвратительно, вот, а для кого-то это был там альбом Lulu какой-нибудь, да, когда и это уже будет попса для человека, для которого они придали вот звук с Master of Puppets, да, с другого альбома, и в этом плане просто из-за того, что таланту скучно повторяться, как говорится, ну, и плюс откровенно, можно понять, почему тот или иной исполнитель начинает пробовать себя в актуальном звуке, то есть, понятно, абсолютно ясно разочарование там каких-нибудь фанатов Linkin Park, когда они после супер-мега-скримов, невозможно, движовых песен услышали что-то нежное и жалобное, в этом плане понятно их разочарование, но предельно так же и ясно, зачем и почему это делает группа, тут вопрос нейминга и преподнесения, что это просто всегда нужно правильно уметь делать, но так-то, ну, людям хочется экспериментировать и экспериментировать в том, что продается, это нормально и это логичное желание, другое дело, что очень, ну, что часто мы видим тем самым гибель индивидуальности какой-то в этом, но тут уж кому что дано, вы можете не голосовать рублем за это, мы как бы понимаем разницу между условно-нишевой музыкой да, и там, например, каким-нибудь попчиком или рэпчиком и прочими всякими штуками. Ну, просто понимаешь, условно, то, что у Рамштайна, можно ли в некотором смысле Рамштайн назвать поп-музыкой, ну, в смысле распространенности да. Ну, популярной, да, типа не попчик, в смысле, как вот эти биточки. И использует ли Рамштайн весь тот же арсенал того лучшего, что использует, допустим, Риана? Да, у Рамштайна эпичные выступления, офигенно дорогие клипы, каждое появление Рамштайн где-то, скорее всего, спланированный медиашаг, и вот вы можете посмотреть, как выпускались предыдущие два альбома, именно с точки зрения медийных событий, которые были совершены. Это офигенная стратегия, в которой сотни человек принимают участие, чтобы этот релиз вышел. Но при этом это все еще оригинальный продукт, это свой звук и так далее. Берете какого-нибудь исполнителя, который свой первый альбом записал, у него там что-то захитилось, во втором он полностью потерял лицо, попытавшись подстроиться под какой-то тренд. То есть здесь, а есть третий исполнитель, который выпустил второй альбом как первый, но все равно говно. И тут как бы никуда не денешься, потому что помимо того, уход в попсу или не уход в попсу бывает еще просто и релиз. И тоже исполнители бывают в очень разном состоянии, когда это пишут. Ну а еще бывает, как и в искусстве, хорошая и плохая музыка, мне кажется. В искусстве просто тоже есть. Как-то все обходят эту штуку стороной. Есть хорошее искусство, есть плохое искусство. И, как сказала моя прекрасная гостья Маша Дансис, не все искусство, которое вам показывают в музее, обязательно хорошее. Поэтому как бы... Ну тут в этом плане про плохую музыку я вот просто стараюсь с такими категориями не говорить, потому что условно, ну если судить по любым критериям, гражданская оборона это плохая музыка. Вот ты какой критерий не возьми, все там плохо. Но при этом есть ли у этого какие-то совершенно вот тоже свои особые контекстуальные моменты, которые делают это крутым? Да. Конечно. Есть ли такие же моменты, которые делают какие-то не вышедшие записи Цоя, особенно магическими, тоже, да, безусловно. Вот. И таких примеров на самом деле можно найти массу, ровно так же и песня «Ягода-малинка о-о-о-о-о-о» крутит головой, залетает в топ, она также сделала чей-то викенд в Сочи незабываемым, и у него там несколько невероятных жарких ночей навсегда останутся в памяти именно под песню «Ягода малинка о-о-о». Вот. Ну и выполнила свою функцию эту песню, тоже выполнила. Принесла гораздо больше денег, чем любая песня гражданской обороны. Да. Ну, а с другой стороны, знаешь, типа, думать иногда о том, что, типа, ну и что, вот это же не останется в истории. Ну, понимаешь, да, про что? Типа, вот гражданская оборона останется в истории, а вот «Ягода малинка» не останется. Но тоже, типа, думать все время в такой категории, «Камон!» Ну, типа, мы живем в таком огромном информационном потоке, да мы вообще не понимаем, что останется в истории. Вообще, оставьте историю в покое. Оставьте историю историкам. Вот они через 50 лет придут и разберутся, а, типа, давайте прожить современность. Более того, мы же, если это как-то конкретизировать, то это же не про историков, а про других людей в твоем жанре. Конечно. То есть вот эта вот самая супермузыкальная миссия, она, как правило, относится к тому, чтобы дать новый звук, кучки таких же задротов по этой теме, которые вот поймут, в чем именно прикол, там придут на твой концерт, т.д. И в любом случае вы внесете вклад в жанр, который будут понимать, как бы, только люди в жанре. Но это и может быть самоцель. То есть занятие этого олимпа, условного, среди музыкантов, это может быть самоцелью. Но огромный этот толстый кошелек и красивые цифры на банковском счету тоже могут быть целью. И в этом нет ничего зазорного. Да. Вот тут не столько вопрос, сколько заявление, которым хочу с вами поделиться. Про рум-музыку. Мне очень не нравится ебанное обесценивание русской музыки. Дескать, ебать говно. Одинаковые и вообще послушайте запад. Причем этим занимаются чуваки, которые слушают каких-то одинаковых лилов в миллиардном количестве. Типа да, денег особо нет в русской музыке. И у нас все не так роскошно в плане всяких промо, концертов и прочего. Но у нас очень много чуваков в разных жанрах, которые чувствуют музыку и реально делают ее с душой. Салуки, Куок, ИТЛ, Многознал, куча ребят из поп-рока и прочих жанров. Так что не понять мне это гы, русская музыка дерьмо, посмотрите на меня. Согласен на 200 миллиардов процентов. Предлагаю вот как. Мы спасемся в рамках как минимум посмотревших этот видос. Те, кто смотрит этот видос и слушают русскую музыку, напишите, пожалуйста, три группы максимально разнообразные русские, которых вы бы порекомендовали для ознакомления для того, кто думает, что вот весь русский музон говно. Давайте отстоим честь русского музона. От себя порекомендую Лед 9, шумные угрожающие выходки и советскую группу 0, по которой я что-то в последнее время проперся. А собственно те, кто ничего не слушают, теперь вот читают комментарии и смотрят и образумливаются. Да, да, все, все поняли, записали. Следующий вопрос. Я записала себе очень странный вопрос, но я очень хочу его задать. Он реально, мне кажется, что звучит очень странно, но звучит он вот так. Чем богата русская музыка? Хтонью. Это если простой и очевидный ответ, то безусловно этого у нас прям больше, чем у других. Этим мы уникальны. Но по-хорошему у нас просто честная русская музыка богата всем тем же, чем все остальные музыки и честно говоря, сильно богаче и особенно имела еще большие перспективы пару лет назад, полтора года. Теперь другое, но не суть. Суть в том, что у нас просто есть отношение к русской музыке как к ухудшенной версии западной. Я думаю, это идет из 90-х годов, когда ты покупал пластинку и там часто мог видеть в точности скопированную западную песню. Ворованные буквально, конечно. Да, да. То есть, которые были сворованные, переведены на русский. Мог попробовать посмотреть кино или там какой-нибудь Михаил Пореченков играл в пародии на западный боевик. Это в общем, ну, до сих пор это происходит и до сих пор там современные русские рэперы крадут треки часто. И это, безусловно, есть, но я вам скажу, что это тоже есть в любой стране и в любой индустрии, потому что, опять же, периодически это способ легко заработать деньги. Но у нас самое прекрасное, что есть, что есть достаточно спроса на очень странных и концептуальных артистов и продать можно очень сложную с точки зрения концепции музыку. Вот, будь то «Хаски», будь то «Шорт Пари», будь то «Ай Спик», все это исполнители, то есть, возможно, для кого-то это уже заезженные имена и кому-то скучно это слушать, но тут важно не столько, насколько лично вам это нравится, а важен сам факт того, что эти исполнители уже у нас на сцене могут существовать. Это о многом говорит и о том, что там Оксимирон, собственно, потеряв возможность выступать в России, собирает по всему миру концерты и дает реально мировой тур, притом, ну, без иллюзий, что его слушают там какие-нибудь португальцы, да, хотя он там выступает. Это как раз говорит о той самой всесторонней развитости русскоязычного слушателя, что важно, то есть не только русского, а русскоязычного вообще, который позволяет не только в век популярности айрн-би создать свою версию Пусик и Доллса, написать там пару айрн-би треков, но также и сделать популярным, ну, например, Славу КПСС, да. Это вообще хрен пойми что, но человек реально на свою музыку живет, можно только порадоваться. И я просто пытался посмотреть, когда интересовался, какая вот есть чешская сцена, ну, то есть, типа, понятно почему, что просто народу меньше, и денег в это вливается меньше, и т.д., но просто невозможно меньше эта сцена и этот рынок. И как раз какой-нибудь, то есть, чешского хаски вряд ли можно себе представить, и он имеет очень маленькие перспективы. На русском языке, ну, тоже, опять, я сейчас не буду уходить в политические процессы и то, как из-за последних событий рынок изменится, но, по крайней мере, русскоязычный спрос, он уже суперудивительный, классный, и действительно, одновременно существует, и можно порадоваться, что у нас есть не только публика, которой может понравиться качевый трек «Супербэнгер», который ты спер с запада, но также есть публика, которой понравится, если ты вдохновился каким-то непонятным, западным, нишевым чуваком, которого там-то слушает сто тысяч со всего мира, а ты им вдохновился и своего такого еще страннее написал, это тоже могут выкупить, и это, безусловно, просто благодать. Этому остается только радоваться, пытаться это сохранить, так что оцените концептуальные проекты. Да, концептуальные проекты наши все. Слушай, в выпуске с Евгением Вороновским он сказал потрясающую фразу, которую я просто хочу типа сделать какой-нибудь стикер, может быть, или типа того, он сказал следующее, мы с ним обсуждали саунд дизайн и саунд арт, и он сказал следующее, Россия издает звуки. Такая хорошая фраза, не могу. Но, ты знаешь, я вот задумалась вообще о том, что у меня вот есть какой-то внутренней очень потребность, какая-то внутренняя потребность, иногда, ты вот просто тоже сказал, типа вдохновился западным, да, чем-то, а я вот задумалась о том, что, и вот написала себе тоже этот вопрос, а есть ли место, ну, мне кажется, что, конечно, когда мы говорим о концептуальной музыке, да, вообще о чем угодно концептуальном, конечно, ответ, да, есть место, но anyway, есть ли место в современности и в современной русской музыке, например, фольклору и какой-то народности, и вот чего-то такого, и я сейчас даже, наверное, не говорю условно там про группы «Мельница», типа и «Фолк», и вот это все, да, а я говорю именно вот о каких-то таком моменте, знаешь, когда звуки прорываются, вот что-то такое, когда ты, типа, очень четко чувствуешь, на чем основан тот или иной саунд, на чем основан тот или иной саунд или текст, или еще что-то. Я к своему глубочайшему удивлению, я помню, знаешь, типа, очень много лет назад у меня была кассета «Иваны Купалы», такая группа из женщин, ну, типа, это хор, который, значит, вот там поет всякие народные песни, и я не обнаружила их ни на одной платформе, я, признаюсь честно, смотрела всего на двух, а именно «Яндекс.Музыка» и «Эппл.Музыка», и ни там, ни там их нет, хотя у них куча альбомов, и они вообще, типа, такие очень клевые женщины и бабушки, которые, значит, вот делают, либо делали, что-то, я, конечно, не уверена, но, по-моему, делают до сих пор очень клевую музыку, вот как бы перерабатывая на самом деле вот те самые народные мотивы, которые всегда были. И я вот что-то прямо подумала, типа, блин, как бы было круто, если бы вот этого, вот этого было больше в современной музыке. Так, Маш, продюсируй. Такой. Ну, да, блядь, конечно. Было бы круто, давай. Чего? Сейчас прям сяду, у меня вот здесь и пульт есть. Да-да. Сейчас прям вот и сделаем. Но, ответь мне на вопрос, есть место фольклору и народности в современной музыке? Российской? Если коротко, безусловно, есть, притом, мне кажется, хорошо бы можно было на это посмотреть, если представить, в принципе, фольклор как просто одну из красок в исполнительской палитре. Вот, у Монеточки есть очень хороший альбом декоративно-прикладное искусство. Искусство, да, потрясающее. Да, и он прекрасен тем, что она там как будто всю свою вот эту вот жанровую палитру, притом, очень не просто жанровую, а такую сложно-ощущенчески жанровую, она ее раскладывает отдельными красками, и вот к вопросу о фольклоре. Есть фольклор, который мы классически представляем, там, в Асадуле, в Огороде, и вот все вот это, но есть же, например, советский фольклор, и вот как раз у Монеточки там есть типичная новогодняя песня, и в смысле именно русская, то есть не джингл-беллс, а вот именно как вот на постсоветском пространстве представляют себе новогоднюю песню, она играется со всеми тропами этого, и чем это не фольклор. То же самое, ну блин, я сейчас совсем жанрово не помню, а, ну вот там Коза Рогатая пришла за малыми ребятами, тоже переосмысление. Да, 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 тоже, кстати. И там просто я сейчас уже другие не вспомню, а, ну вот песня Косы, это тоже типичные девушки у ручья, в этом тоже есть фольклор, и тоже есть использование этого, а если мы представляем себе использование фольклора просто как часть палитры, то, то есть, ну, во-первых, есть исполнители типа Неромонаха Феофана, да, и вот по сути... И вообще любовь драм и шишка в крота forever. Каждый раз ровно, то есть, на одной полке для любого нового исполнителя в плане вариантов лежит, как вот эти вот все что русские, что советские мотивы и какой-то ассоциативный ряд приемов, ну, ряд приемов, да, ряд скиллов для их воспроизведения, он лежит ровно там же, где лежит какой-нибудь регги, драмон бейс и все остальное. И, собственно, это исключительно вопрос совпадения, потому что, ну, понимаешь, творческие решения, они ничем объективным и рациональным не объясняются. Вот, чисто вопрос совпадения, что просто сейчас, ну, я как-то не могу припомнить исполнителя, который вот прям суперактуально какие-то народные фольклорные штуки использует, но при этом есть ли люди, которые взяли за фольклор вот этот какой-то именно русскоязычный сорт постпанка, да, то есть вот там кино смотрели на эти, как группа-то это называлась, вот, были Joy Division, а были Крим, нет, на кого? Ты меня спрашиваешь? На Кьюр, господи, на Кьюр, да, да, смотрели они на Кьюр и на Joy Division, и несмотря на то, что пытались они их копировать, в итоге изобрели какое-то супер свое звучание и супер свое ощущение, и там вот тоже тикток хит группа Молчат Дома, это абсолютно тот саунд, и у нас сейчас огромное количество исполнителей, которые юзают именно вот те же самые фишки, и это, ну, тоже такое, ну, понятно, что это уже дальше от фольклора, но просто им вот под руку это дело подвернулось, но вполне возможно там в течение ближайшей пятилетки появится вот новый нейромонах Феофан, который вообще какую-то удивительную штуку совместит. Да, и справедливости ради мой замечательный знакомый Митя Бурмистров прямо сейчас готовит альбом к выходу по результатам своей экспедиции на Алтай, где он записывал алтайские народные инструменты и включал, ну, вот он включил это в свои треки, в свои композиции, а до этого он точно так же исследовал татарские народные инструменты, поэтому это тоже клево. Короче, друзья, если вы вдруг знаете альбомы или конкретных исполнителей, которые используют народность, фольклорные какие-то штуки у себя в современной музыке, please let me know, дайте знать, я с удовольствием ознакомлюсь и послушаю. Такие дела, если понравился формат, то ты можешь на меня подписаться, можешь еще нажать колокольчик, все это очень хорошо влияет на мои ролики, а еще на них хорошо влияют лайки, длинные, развернутые комменты, а на меня хорошо влияют деньги, которые мне можно заплатить на Бусти и Патреоне, а еще хорошо влияет, когда в мой инстаграм заходят, на меня вообще много что хорошо влияет, надеюсь на вас хорошо влияют мои ролики, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки, а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok